Слава эликсиру! Слава эликсиру! Да, вы не ослышались! Слава эликсиру! Данная серия видеоролика будет посвящена языку эликсир, так сказать, займемся его пропагандой. Но перед тем, как мы это сделаем, я отвечу на вопрос, почему вообще мы можем рассматривать данный язык, почему мы можем захотеть его изучать. Сравнительно, недавно я наткнулся на видео Джо Армстронга, в котором он рассказывал о некоторых околокомпьютерных вещах. И в частности, он упомянул, что есть всего четыре языка, которые вам следовало бы изучить. Это C, Пролог, Карланг и JavaScript. Те, кто знают эти языки, уже догадались, в чем дело. Первые три, они выделяются благодаря своей парадигме. То есть, каждый из них обладает какой-то своей парадигмой, своим подходом к решению одних и тех же задач. JavaScript, он здесь, его можно отдельно выделить, все же у него нет никакой особенно своей парадигмы, но он настолько везде сущ, то, что не знать его уже в наше время, ну, наверное, нельзя. Итак, что такое C? C – это у нас представитель объектно-ориентированного подхода. Знаете C, знаете Java и любые другие подобные языки. Пролог. Пролог, он не так популярен, но идея, идея-то в нем есть, присутствует, поэтому он и присутствует в данном списке. Это у нас идея логическая, логическое программирование. Ирланг. Ирланг – это у нас представитель двух моделей. Это представитель функциональной парадигмы яркой и представитель, скажем так, акторной модели. Вы скажете, а при чем тут Ирланг? А вместо того, чтобы взять и изучать Ирланг, мы можем взять и изучать Ирланг, потому что Ирлаксир – это классная надстройка над Ирлангом. Ирланг, если мы посмотрим в Википедию, то он был объявлен в 1986 году, то есть 33 года назад, его синтексис не радует глаз. Плюс у него есть некоторые свои ограничения. К примеру, переменную вы можете связать всего один раз. То есть вы не можете переназначать переменную. Это так, к слову. Так вот, так вот, так вот, так вот. Что я хочу сказать? Выучите Ириксир, по сути дела, вы сразу познаете, что такое функциональное программирование, и, соответственно, любой функциональный язык, ну, может быть, за исключением Хаскеля. Хотя, с другой стороны, Хаскель – это как бы, как бы функциональный. Нет, он функциональный, но там ключевое слово, по-моему, не функциональный, а типизированный. Так вот, вы, если вы учите Ирлаксир, вы автоматически легко должны обращаться с языками, где присутствует функциональная парадигма. Но также вы будете знакомы и с языками, где есть, или с библиотеками, где есть какая-то акторная система, какой-то акторный подход. Вот почему вы можете взять и начать изучать, хотя бы вот по этой причине. Помимо того, что он, за счет его перформанса и прочих таких вещей. Так, 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 так. Поскольку Ирланг у нас, Ирлаксир, взаимосвязан, я хотел бы вам продемонстрировать следующую картинку о том, как именно они взаимосвязаны. Итак, любой Ирлаксир и любой Ирланг код у нас трансформируются в некий байт-код. Байт-код, который выполняет BIM Virtual Machine. Если вы программируете, скажем, на Java, то вы знаете, что существует Java Virtual Machine. То есть код, на который вы написали на Java, автоматически будет преобразован, чтобы он выполнился, этот код, в некий байт-код, который исполнится Java Virtual Machine. И здесь работает точно такой же принцип. Написали на Ирлаксире, трансформировали в байт-код. Естественно, мы не сами трансформируем, это за нас трансформирует. Причем мы должны учитывать, что поскольку Ирлаксир придуман давно, сама вот эта BIM-машина у нас существует давно, то есть эти вещи весьма эффективны, они уже весьма отточены. Итак, едем дальше, дальше. Теперь, но прежде чем работать, нам нужно ведь установить так-так. Соответственно, идем на официальный сайт и, как здесь сказано, как здесь сказано, тренируемся в нажатии кнопки Next, Next, Finish, к примеру, у Windows. Соответственно, у Mac и у Unix системы вы тоже, по сути дела, тренируетесь в нажатии кнопки Next. То есть никаких проблем особо возникнуть у вас не должно. Но после того, как вы установите, идем, значит, в какую-нибудь командную оболочку и запускаем следующую команду Эликсир. Два дальше, два тире и version. И вуаля, вуаля, что мы видим. А мы видим... Ну, давай, 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 отлично. Мы видим следующую надпись. Во-первых, мы видим версию Эликсира, которая установлена. У меня 1,7, но уже есть 1,8. Там, правда, незначительные изменения. Так. И что важнее, я хотел бы сказать, что у вас уже установлен Эрланг. То есть, когда вы установили Эликсир, на самом деле вы еще и установили Эрланг. То есть, если вы хотите, вы можете писать на Эрланге. Но зачем? Зачем, когда у вас Эликсир? Эликсир, он делает гораздо более удобной работу с Эрлангом. Плюс, если вас вообще приспичит, вы можете на самом деле в Эликсире использовать Эрланг-модули. То есть, это то, как делать примерно скалы или кложуры, когда она берет и использует модули из... Не модули, а классы из Java. То есть, у вас уже существует огромное количество библиотек. То есть, это еще одна причина, по которой вы можете задуматься о том, чтобы взять и использовать Эликсир. Итак. Теперь нам, собственно, нужно начать программировать. Для этого, для этого, для знакомства отлично подойдет интерактивная оболочка. Интерактивная оболочка – это классический инструмент, который вы можете встретить во многих языках программирования, так называемый репл. Что я имею в виду? Давайте запустим. В следующей команде запускается интерактивная оболочка. И екс. И вуаля, мы в интерактивной оболочке. Что она делает? Ее основной функционал – это значит red edit print loop. Данная оболочка, она встречается во многих языках. Даже Java себе в девятой версии забабахала шел. Сомневаюсь, что вы никогда не видели. Итак. Что мы можем здесь сделать? Но, 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 перед тем, как, собственно, начать изучение, я бы хотел, хотел, хотел бы, хотел бы… Надеюсь, каждый из вас хотя бы листал данную книгу и помнит в ней следующие строчки. Что каждый язык должен содержать некоторые примитивы, некоторые операции над примитивами и средства абстракции. То есть, как мы можем строить более сложные вещи. Сегодня мы начнем разбирать примитивы и комбинации этих примитивов. Окей, поехали. Как и в любом языке, у нас, естественно, есть числа, есть рациональные числа. Значит, вот это у нас integer. Любой терм вы можете проинспектировать. То есть, когда вам что-то встретилось и вы не знаете, что это такое, вы можете его проинспектировать с помощью команды i. i – inspect. В данном случае мы инспектируем единичку. Что мы видим? Это у нас integer. Ссылается он у нас на модуль integer. И он реализует следующие протоколы. Окей. Что такое протоколы? Протоколы – это интерфейсы джавовские. Хотя точнее было бы сказать, что это type-классы Haskell. Дальше. Естественно, мы можем с ним их умножать, делить и так далее. В общем, все стандартные функции. Это у нас целое деление. Это у нас остаток от деления. Окей. Если вам нужны более сложные функции, используйте орландовский модуль. Называется OMAD. Ставите точку. Здесь используется особый синтексис. Мы ставим двоеточие, MAT, точку. И выбираем название функции. Например, используем название функции возведения степени. Возведем десятку во вторую степень. Получим как неожиданно 100 до. Неожиданно, да? Так вот. Work it? Work it. Едем дальше. Познакомили с цифрами. Какие есть еще примитивы? Естественно, булевые. Булевые. Какой язык программирования без булевых? Но булевые, вот эти булевые значения на самом деле не что иное, как атомы. Что такое атом? Атомы это вот такая вещь. И используется следующий синтекс. Мы ставим две точечки и потом неразрывно пишем название. Что я имел в виду, когда булевые значения не что иное атомы. Мы можем это проинспектировать. Вуаля. Видим труп-труп. То есть булевые значения это не что иное атомы. На первый взгляд, может быть, непонятно, что такое атомы и как их вообще можно использовать в программировании. Но смотрите ролики дальше. Вот что я могу сказать. Сейчас я лишь могу сказать, это некоторая такая неизменяемая структура, которую мы используем при построении программ. Например, мы можем его использовать при ветвлении. Знаю, что сейчас пока непонятно, поэтому пока оставим атомы и едем дальше. Еще относительно булева мы можем следующее сказать. нил. Есть еще такой... Кстати, нил это аналог нол в java. То есть, когда у объекта нет никакого значения. Он рассматривается как false. То есть, иногда удобно-удобно строить следующую конструкцию. И давайте мы свяжем, свяжем x с нилом. Прошу заметить, что я именно сказал свяжем. В. Когда мы работаем в эликсире, семантически, скажем так, более корректно говорить, связывая какую-то переменную, какое-то значение к ней. Окей, связали. Теперь то, что мы хотели сделать. if, нил, do, 1, else, 2, and. Вот такую забавную... Да, здесь такой забавный ситис и имеют. if, the, else. Но, тем не менее, смотрите. У нас здесь... if, у нас нил. И, соответственно, срабатывает, срабатывает. Это вторая ветка. А если, допустим, у нас было бы, допустим, значение, допустим, вот у нас список. И вуаля, сработало 1. То есть, любой объект срабатывает положительно, как true, а нил у нас, как отрицатель. Иногда, как вы видите, это бывает весьма удобно. Так, следующее. Какие у нас есть еще примитивы? Естественно, у нас есть строки. Куда же без строк? Давайте проинспектируем. Итак, как мы видим, это строки. А зачем я их проинспектировал? Чтобы показать, что помимо строк, как договоровых строк, то есть, некоторые монолиты сущности, у нас существуют еще в списке символов. Они имеют немного другую запись. То есть, строки, сами строки, то есть, монолиты мы записываем в двойные кавычки, а списки символов мы записываем в одинарные кавычки. Давайте проинспектируем. И вуаля, вуаля, что мы видим? Мы видим весьма, правда, необычное здесь представление, но здесь ключевое, что это лист. Соответственно, мы можем и применять функции, которые соотносятся к листу. Понимаете, да? В чем разница? В следующих видео мы чуть более подробнее поговорим об этом. И давайте еще разберем, какие есть основные контейнеры. Какие есть еще основные контейнеры. Как я уже сказал, есть лист. Естественно, в нем могут храниться разные типы. Разные типы. Вот у нас разные типы. И давайте еще запихаем сюда лист. Окей. Помимо листа у нас есть еще кортежа. Кортеж также может хранить разные значения. Окей. Какой еще один из популярных контейнеров у нас существует? У нас существует мапа. Вот такой вот необычный синтексис. Синтексис. То есть мы ставим знак процента, круглые скобочки, потом ключ, жирную стрелочку и значение ключа. Если у нас несколько ключей, разделяем их запятой и пишем. Просто-просто. Едем дальше. Едем дальше. Теперь еще о чем. Но мапа, мапа, мапа же у нас может содержать только один ключ. Ключи у нас, как мы знаем, не повторяются в мапах. Это ее очень важное свойство. Но иногда мы хотим использовать меньше, чтобы ключи повторялось. И здесь у нас, у нас, у нас есть удобный механизм. Называется он KeywordList. 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 Что я имею в виду? Это у нас комбинация атомов и значений записывается следующим образом. Мы берем, во-первых, что это лис, то есть квадратные скобочки. Потом пишем атом. Написали атом. Но здесь мы двоеточие переворачиваем, потом ставим значение, запятую, снова пишем атом. И, допустим, давайте более ясно, допустим, вот наш KeywordList. Мы его даже можем связать. Связали? Связали. И теперь мы можем... Чем удобны атомы? Мы можем обращаться вот таким вот хитрым способом и доставать нужное нам значение. Удобно? Удобно. Круто? Круто. А еще, что я бы хотел вам показать, это то, что здесь может быть, в отличие от мапы, несколько, несколько одинаковых ключей. Но если мы снова обратимся по имени, мы хотим достать h, к сожалению, здесь вернется только первое значение. Вот это нам нужно будет использовать другие функции, чтобы вынуть все ключи с таким значением. Все ключи с таким именем. Окей. В следующих видео мы поговорим более подробно. Последнее, то, о чем я бы хотел сегодня еще коснуться, это анонимные функции. Итак, анонимные функции. То есть это, грубо говоря, последний основной кирпичик, чтобы нам строить хоть какие-то элементарные, совсем простые программы. То есть у нас здесь уже примитиво, мы знаем, что они могут как-то комбинироваться, как-то комбинироваться, и мы можем их даже связывать с какими-то названиями переменных. Сейчас нам нужно научиться строить хоть какие-то маленькие блоки. Как это делать? Сегодня мы рассмотрим, как я сказал, анонимные функции. Пишем fn, потом перечисляем параметры, даем какие-то имена, то есть x1, x2 в данном случае. Потом пишем маленькую, тоненькую стрелочку, и потом у нас следует тело функции. Тело функции у нас... Давайте объявим простую функцию x1, x2, и после того, как наше тело функции закончило, мы ставим end. Вот такой вот синтекс. fn, переменные, стрелочка, тело функции end. Зарегистрировали функцию, но как ее вызвать? Нам нужно ее связать с какой-то переменной. Сделаем это. Давайте сделаем с переменной, допустим, сам. Окей, связали. Теперь мы хотим ей воспользоваться. Если мы напишем, как мы это делаем в обычных языках программирования, к сожалению, здесь такой фокус не пройдет. Здесь нужно использовать следующий синтексис. Сам точечка, точка, 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 и потом параметры. Данный синтексис относится только-только-только к анонимным функциям. Запомни, запомнили. Work it, work it. Едем дальше. Если вы обратили внимание, здесь есть такая забавная черта. И потом идет цифра 2. Что это означает? Это означает арность. То есть, вот глядя на это описание этой функции, можно сказать, что у нас зарегистрировалась некоторая функция, которая принимает два аргумента. Например, давайте напишем функцию очень простую, которая принимает только один элемент, и сразу связывается с id. То есть, напишем функцию классическую id. fn, x, возвращает x, и n. Вуаля. И, как мы видим, здесь арность 1. И воспользоваться ей также можем. Work it, work it. Едем дальше. Теперь, 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 теперь. поговорим, поговорим о том, как можно использовать более краткую запись для функциональных, ой, для, 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 для наших лямб. Для наших лямб, 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 лямб. То есть, мы берем, снова пишем, свяжем. И здесь мы используем следующий синтезис. Вот такой вот необычный синтезис. То есть, смотрите, мы, во-первых, пишем вот такой значок, который мы обычно используем для или, и внутри, и мы сразу пишем body, body. Мы пишем тело функции, сразу тело функции, в котором мы можем использовать аргументы. Как их можно задействовать? Вот таким вот способом. Я предполагаю, что вы уже догадались, что вот это у нас имеется в виду параметр 1, вот как вот в этой вот функции. А вот это вот параметр x2. То есть, мы не пишем вот отдельно вот так, x1, x2, не перечисляем. А мы сразу подразумеваем, что они есть. И потом мы используем их вот таким вот необычным способом. То есть, знак или, скобочки, и потом мы, знак или и цифра. Цифра. Цифра у нас обозначает номер, номер аргумента. Как их пользоваться? Точно таким же способом. Work it, work it. Давайте напишем. Arnest. Давайте перепишем id. И еще более коротким способом. Даже без скобочек. Даже без скобочек. Удивляет? Удивляет. Еще бы. Поэтому будьте осторожны. Вот ваша краткая запись некоторых может поставить в ступор. То есть, когда вы пишете функции и применяете ее каким-то аргументом, скобочки, вы иногда можете опускать. Если читабельность не нарушается, можете опускать. Если нарушается, то все же лучше, лучше, лучше делать, запускать в кавычках. Вот так вот. В данном случае у нас очень простая функция. Она просто возвращается у себя. Поэтому мы могли так сделать. Но в общем случае нужно писать особенно анонимные функции вот так вот, в скобочках. То есть, мы явно говорим, что вот здесь у нас будет некоторое поле, некоторое тело-функции. И воспользоваться ей можно точно таким же способом, как и до этого. Давайте вернем какой-нибудь список. Вуаля! Work it! Work it! Отпиша! Все. На сегодня все. И напоследок, что я хотел сказать. Слава эликсиру! Окей! Спасибо! Продолжение следует...